Христос рождается. Славить Его. Владыка, есть традиция здороваться перед Рождеством, 6 числа, Христос рождается, а уже 7-го говорят, Христос родился. Как правильно и почему? Я категорически против нововведений, которые сейчас почему-то не знаю откуда появились в приветствиях именно между христианами. В Древней Церкви среди нашего народа всегда здоровались и приветствовались, Христос рождается. Христос родился — это свидетельство какого-то юридического момента. Почему мы всегда во все века здороваемся, Христос рождается? Потому что согласно учения Церкви и согласно терминологии учения Церкви, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин и многие другие отцы, что вторая ипоста Святой Троицы Бог Сын непрестанно рождается от Отца. Отец безначальный, Христос, Спаситель, непрестанно рождается от Отца, Дух Святый исходит от Отца. Почему мы здороваемся, Христос рождается? Потому что процесс рождения Христа в душах людей является непрестанным процессом. Для кого-то рождается Христос впервые, потому что человек приступил в порог Церкви, для кого-то через покаяние опять рождается Христос в душе человека. Мы с огромным нетерпением ожидаем праздников рождественских для того, чтобы свидетельствовать снова, что родился Христос, опять рождается в наших душах. И поэтому наши предки намного были духовнее нас, это может свидетельствовать о их жизни. Они были более церковные люди, они были более богодухновенные люди. И поэтому, если наши деды и прадеды и прапрадеды здоровались и приветствовали друг друга именно так, я думаю, что нам, их потомкам, следует придерживаться этой традиции. Непрестанное рождение Христа, Спасителя в душах людей является процессом, который никогда не имеет окончания. Какой период следует приветствовать друг друга словами «Христос рождается»? Есть традиция такая, что до отдания праздника Рождества Христова, это до 14-го числа, до Старого Нового года, мы всегда здороваемся, Христос рождается. Но в Закарпатье есть такая традиция в нашем регионе, что Христос рождается, здоровается даже до крещения Господнего и даже до отдания крещения. И по традиции калятки продолжаются еще именно до вот этого завершения цикла святок, то есть до самого Богоявления. Святки. Что это такое, что это за цикл праздников, как их следует проводить? Наверное, самыми насыщенными, связанными друг с другом праздники, это являются именно рождественские праздники. Ну, во-первых, мы празднуем начиная с 6-го числа на вечере Рождества Христова, а с 7-го числа это день Рождества, Спасителя и Господа нашего. И этим праздником начинается цикл святок. Церковь святая для того, чтобы показать не только духовный смысл, но и внутренний смысл, и внешний смысл праздника, отменила в святки посты. В среду и пятницу в этот период нет постов, кроме установленной церковью определенных дней. Праздники в святке празднуются фактически их пять. Рождество Христово, праздник 14-го числа обрезания Господнего, старый Новый год. Фактически это Новый год по юлианскому календарю, потому что церковь живет в нашем регионе, и вообще церковь, украинская православная церковь, живет по юлианскому календарю. Поэтому, согласно этого календаря, 14-го января является именно датой 1-го января по юлианскому календарю. Четвертый праздник Василия Великого в этот же день совершается, и заканчиваются праздники святок 19-го числа, в день крещения или Богоявления. Есть такое мнение о том, что в период этих больших светлых праздников не следует работать. Имеет ли это под собой основание, такое мнение? Сама этимология слова праздник означает быть праздно, то есть праздно от каких-то особых таких суетных, скажем, трудов. Есть такая традиция, добрая традиция, что именно в празднике мы не выполняем каких-либо таких важных физических работ, которые можно отложить на потом. Почему праздник не полагается работать? И почему по-другому еще называется, например, на украинском языке более точно выражается смысл празднования свято? Быть праздным, потому что это свято. Потому что в праздник именно мы должны в первую очередь помнить о трудах, которые необходимо делать и работать. Это духовные труды. В праздник должен освободиться от всех таких суетных работ, для того, чтобы это время, которое определено церковью, для пользы душевной, мы посвятили в первую очередь труду духовному. Это первое — богослужение. Потому что все торжество, весь смысл, вся кульминация праздника заключается именно в этом. Богослужения написаны много веков назад святыми отцами, и они имеют огромнейший смысл, который выражает именно чувство и торжество души, которое посвящается именно этому событию, который празднует святая церковь. Рождеству, крещению, Новому году и так далее. Но что можно делать в эти праздники в первую очередь? Как уже было сказано, в первую очередь духовные дела. Храм Божий, молитва, чтение Слова Божьего. Посещение обязательно и непременно, мы об этом часто говорим, и постоянно верующих просим о том, чтобы этот праздник был для всех одинаковым. То есть посетить больного, облегчить жизнь тому, кто может требовать нашей помощи, посетить, если возможно, в тьмице заключенного, накормить голодного, напоить жаждущего. То есть сделать дела милосердия или милости, не по-другому можно сказать. Такие дела являются в святке или в празднике Богом благословенной. Тогда праздность наша будет, так сказать, иметь глубокий смысл именно святым. Потому что эта работа будет приурочена, скажем, празднику и в честь праздника ради своей души, ради души ближней, которой мы приносим пользу. То есть в другой период года эти дела уже не будут нести такого, такой суть, такой идеи? Мы, например, первую часть, которую я назвал, мы не сможем каждый день посещать богослужения, и они не будут такими торжественными, которыми я сказал, кульминация главная празднования. И поэтому именно в праздник сердцем празднования является, конечно, служба в храмах. В другие дни мы обязаны делать добрые дела, но в этот день мы особенно должны посвятить его Богу. А Богу посвятить это может только тогда, когда мы совершаем ему служение. А заповедь служения Богу и служения ближнему, она является нераздельная, как бы единая, и которая в себе подразумевает труд ради любви и блага своего ближнего. Почему именно вода является таким важным компонентом, настолько важным для богослужения и в православии? Ну, из Священного Писания, из книги «Бытия» мы читаем, что Господь сотворил небо и землю и отделил сушу от воды, и так получилась земля. Поэтому вода является первым, скажем так, творением Божьим. Она является чистым продуктом не человеческого производства, а действительно Богом сотворенного. И поэтому, если взять другие какие-то жидкие продукты, которые сейчас существуют у нас в нашем быту, то, несомненно, к ним приложена рука человеческая. Вода не приложена только десница Божья. И поэтому по традиции и крещение совершается водой людей, и, скажем так, обряды освящения совершаются только чистой воды. Есть такая традиция, что воду всегда люди берут именно с источников таких Богом сданных, то есть Богом сотворенных, колодец, ключи где-то или река. Ну, если нет возможности такой, естественно, нет никаких препятствий, если мы будем воду брать с крана. Именно на праздник Богоявления, который заключительным циклом является святок, освящается именно этот чистейший Богом сотворенный продукт. Я слышала такое мнение о том, что именно в ночь с 18 на 19 января освящается, обновляется вся вода на планете Земля, вне зависимости от того, в какой вероисповедание на том или другом кусочке планеты. Есть такое мнение, я с ним соглашаюсь, потому что обновление, как Вы сказали, оно совершается через освящение. Потому что вся Вселенная, торжествуя в молитве к крестившемуся в реках Ярдана Спасителю мира, молится, празднуя о том, чтобы все водное естество, которое находится во Вселенной, было освящено. По преданию, когда Господь Спаситель крестился, то река Ярдан, я имел честь раз в десять быть в Святом Граде Иерусалиме, и имел честь погружаться в воды, на том месте, где крестился Христос Спаситель, именно в Йордане. В тот момент река, вопреки законам природы, стрепенулась и потекла в другую сторону, назад. Что-то есть море, яко побегло, и си, и что-то есть Йордан, яко возвратился, и си вспять, то есть назад потек. Что случилось, спрашивает богослужебный текст, Христос Спаситель хрестился, не имея в этом нужды, но исполняя закон, заповедь, принял крещение от Иоанна Крестителя. И поэтому, да, действительно, в этот день все водное естество молитвой Церкви освящается на всем земном шаре. Христос, будучи и человеком, и Богом, крестился у человека, от рук человека. Почему? Когда Иоанн Креститель не хотел совершать крещение Спасителя, Господь его постоянно сказал, дабы исполнить всякую правду, чтобы исполнить закон, тот, который был тогда присущ иудейскому закону. Господь показал этим, что очень важно соблюдение всеми, без исключения, закона Иоаннского, закона Божьего, закона того, который Господь дал Церкви Христовой. И поэтому этот закон мы именуем заповедями. И поэтому исполнение заповедей, вернее, потребность исполнения заповедей показал сам Христос Спаситель. Праздник Крещения, Водух Раища, Йордан, Богоявления. Одно и то же. Почему такие разные названия? И все-таки какую суть для христиан несет этот праздник? Это все синонимы одного и того же торжества. Крещение, потому что крестился Господь. Иорданские праздники, потому что Он крестился в Иордане. Богоявление, потому что впервые тогда, откровенно и явно, было явление Пресвятой Троицы. Сын крестился в реке, Дух Святый в виде голубя явился над главой Спасителя, и голос Бога Отца был слышен тогда с небес. То есть все три лица Пресвятой Троицы явили себя Богоявлением. Бог явился в Троице славим именно в этот праздник. Поэтому другими словами этот праздник называется крещением или Богоявлением. В преддверии праздника Богоявления 18-го числа накануне 19-го в православии отмечается еще и вечер, ужин, постный ужин. Можете рассказать, как он правильно называется? Какие там должны быть блюда? И следует ли какие-то определенные соблюдать правила за ужином? Вообще есть такая традиция. Святый вечер — это накануне Рождества Христова, и сочельник крещенский — это накануне самого праздника крещения. Это сугубо традиция Западной Украины. Нигде в других, скажем, областях не придерживается такой традиции. Я такую традицию поддерживаю, потому что что хорошо в этой традиции? Обычно на Святой Вечере, как называется здесь, или на Закарпоте, называется «Бабин вечер», то есть это перед крещением Господним, собирается вся семья. Как прекрасно, когда за постным столом, потому что в эти дни особый пост, особо сугубый пост, собираются дети, родители, старики. Непременно и обязательно перед вкушением трапезы совершается молитва. Я больше чем уверен, что в этот момент, скажем, такой сакраментально, ну, скажем так, таинственный момент, когда говорит «Свечка», все собранные возле постного стола, будут вести разговоры далеко не о чем-то пустом. Обычно вспоминаются те, кто отошел в мир иной, наши родные и близкие. Возможно, в этот день мы говорим о этих праздниках, которые грядут в следующий день. Также мы, может, что-то планируем, благое и доброе, потому что при горении свечи обычно икона ставится на стол. Не будут люди говорить о чем-то мирском и греховном. Поэтому эту традицию я поддерживаю. И у нас дома принято, я живу с мамой, у меня мама после смерти отца приняла монашество, и мы двое, скажем так, вечерем в таком очень маленьком кругу своей близкой семьи. Естественно, в этот момент вспоминаем, как я сказал, ушедших в мир иной, мир лучший. И, конечно, я думаю, что в каждой семье планируется что-то благое и доброе, связанное, несомненно, с верой. Вода, освященная в праздник Юрдан, она отличается от любых других вод, освященных священниками в любое другое время года? Несомненно, есть такое понятие в церкви на греческом языке «великая агиасма». То есть именно та вода, которая освящается однажды, один раз в год в праздник Крещения. Чин освящения воды, великого освящения воды, совершается накануне 18-го числа, накануне праздника Крещения и в сам праздник Крещения. По традиции эта вода сохраняется на протяжении года или многих лет и сохраняет свои свойства и никогда не портится. У нас дома крещенская вода простояла около 20 лет. Просто как-то мы забыли за нее, потому что она стояла в определенном месте, в тумбочке в святом углу. И когда мы взяли эту воду и посмотрели на дату, а уже было более 20 лет, и открыли, и пили эту воду, вода сохранила совершенную свежесть. Этот чин освящения великой агиасмы совершается один раз в год. Поэтому он отличается от воды, которую можно совершать даже ежедневно на протяжении всего года. Или называется по-другому малое освящение воды. И поэтому святая агиасма является более такой, скажем так, сокровенной, более приемной для души человеческой, потому что мы именно воспоминаем в этот день праздник Богоявления, именно в момент Крещения Господнего мы торжествуем. Именно в молитвах, при освящении об этом неоднократно упоминается. А какие свойства? Она обладает более целебными свойствами для людей? Сама по себе вода освященная, она действует только тогда, когда человек имеет в ней веру. Сама по себе вода, как амулет или как какой-то оберих, она не принесет никакую пользу человеку абсолютно. Если мы с верой, совершая на себе крестное знамение, молитву, перед тем, как кусить воду, а есть традиция такая церковная, когда человек ежедневно должен употреблять немножко святой воды и антидора, или святой просфоры, это является очень похвальным и правильным обычаем в церкви. И с верой приемлющая вода, так и говорится в Иктении, при освящении Великой Геасмы, тогда эта вода приносит пользу человеку. Если человек формально возьмет и выполняет какой-то внешний обряд и будет думать, что эта вода поможет, потому что просто она как сама по себе имеет какую-то живительную силу, это огромная ошибка для людей. То есть человек неверующий, который относится в целях оздоровления, регулярно натощак выпивать там пать, столовой ложке освященной воды, она никакой пользы ему не принесет, потому что залог исцеления — это вера. Смотрите, интересная вещь. Неверующий человек, который будет пить святую воду. А если он неверующий, зачем он его пить будет? Он с крана возьмет, напьется воды. Значит, если он пьет воду, что-то в душе у него есть такое, которое он, может быть, не хочет констатировать факты или декларировать свою веру внутреннюю. Возможно, где-то в душе ведь всё равно. Сам акт, что он пьёт святую именно воду каждый день, говорит о том, что что-то в душе он ожидает от Бога. Иначе бы тогда просто он не пил воду, или пил бы другую жидкость, которая совершенно имеет отношение к святости. Когда я готовилась к нашему разговору, то читала про особенности верданской воды, о том, что вода теряет свойство тлеть. То есть почему она не портится? Потому что она обретает, она на протяжении суток держится, имеет это свойство в любых водоёмах, в любых источниках, и лишается возможности тлеть. То есть она становится как бы нетленной, из-за этого не портится. Объясняет ли это каким-то образом наука? – Были попытки, я помню ещё во времена моей юности, когда говорили о том, что священник освящает воду серебряным крестом, якобы серебро убивает всякие бактерии и так далее. Очень легко было разоружить это ложное мнение богоборцев, потому что очень часто освящается воду деревянным крестом. А на реке, когда непрестанное течение воды, и священник, окунувший, даже если это был бы серебряный крест, окунает его в воду, вода сразу убежала, потекла, и её не существует. Именно той, которая была соприкасана с крестом, вода всё равно сохраняет свои свойства. И поэтому здесь научное объяснение быть никакого не может. Действием, благодатью Святого Духа в этот день освящается вода, и поэтому он сохраняет свои свойства, которые именно присущи Святой Воде, что она не портится очень много, большой промежуток времени. Имеет ли значение, какую воду нести на службу, чтобы освятить? В принципе, не имеет значения. Но по традиции, как я сказал сначала, что мы берём воду в Богом сотворённых источниках, в колодези, в речке, в источнике, в ключе, который бьёт. Нет проблем, если мы берём с крана воду и освящаем её. Да, она освящается всего водное естество, но, скажем так, человек, который сохраняет, верший человек, эту воду, непременно и, несомненно, должен быть участником молитв, которые совершаются именно в этом праздновании. То есть мы с собой можем взять воду, можем набрать там, в церкви, или в речке набрать воду, или с собой принести. Молитва из священнослужителей, эта вода освящается, несомненно. Я имею честь сегодня в этот праздник прекрасный, светлый, добрый, праздник, который является как бы печатью святок. Все поздравить с праздником крещения Господнего. Этот праздник является эхом крещения каждого человека, потому что все верующие люди или в младенчестве, или в зрелом возрасте приняли таинство крещения в имя Пресвятой Тройцы, в имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому мы являемся все сопричастниками крещения Господня. Мы являемся сопричастниками Его милости, Его щедрот, Его Рождества, Его жизни на земле и Его крещения. Поэтому в этот день я желаю, чтобы каждый человек был просвещенный Духом Святым, который освящает сегодня все воды Божественной благодатью и молитвой Церкви. Желаю, чтобы в наступившем году, который мы просили и молили Бога, чтобы Господь благословил наступающее лето своей благости и своими щедротами, чтобы год у нас был наполненный Любви Христовой, мира, благодати. И чтобы каждое сердце, трепещущее в ожидании этих праздников на следующий год, от праздника до праздника, оно было наполнено именно делами милосердия, делами Любви. Буквально утром после Божественной литургии, который совершался во всех храмах нашей древней мукачевской епархии, мы по традиции уже сложившиеся архиереи, духовенства, на берег Ужа собрали очень много людей, около 7 тысяч людей собралось и сегодня в этот торжественный праздник, и все люди с благоговением, слушая молитвы, осветили воды. Пускай эта вода, которую мы с молитвой употребляем, будет освящение, как и читается в самом чине, для сердца, для души, для всего человеческого естества, чтобы мы могли быть Божьими, и как дьякон проглашает в тенях, сами себе и всю жизнь свою предали Ему, Спасителю и нашему Богу. Желаю милости Божьей, крепости и благословения Божьей в этот праздник и наступившем 2014 Богом Дароновном году. Субтитры создавал DimaTorzok